Объективно, в Варкрафте есть зоны, которые мало кто любит, и этих зон не сказать, чтобы мало. В этом ролике я хочу рассказать о двух локациях, которые в разные периоды времени столкнулись с одной и той же проблемой – нелюбовью от сообщества. Причины этой нелюбви тоже были чем-то похожи. Разработчики на концептах планировали одно, а на релизе получилось нечто совершенно другое, далеко не то, что должно было вовлечь игроков. Нажатар – это одна из зон, которую добавили в битве за Азерот. Добавили не сразу, в одном из крупных патчей. Зону не полюбили по многим причинам, о которых мы еще поговорим, но вот за что зону критиковали меньше всего, так это за внешний вид. Там были красивые подводные кораллы, руины древних эльфов, красивое окружение, которые разработчики списывались с реально крутых концепт-артов. Водная стена, которая не позволяла зоне оказаться потолще океана, прекрасные морские скаты, которые бороздили просторы этого подводного местечка. Так что да, зону было за что критиковать, но внешний вид – это как раз сильная сторона локации. Сначала вообще стоит рассказать о том, чем же вообще является этот самый Нажатар и почему героям Орды и Альянса эта зона вдруг стала интересной посреди битвы за Азерот. Нажатар является одним из важнейших мест для расы Наг. Когда-то Наги, во главе со своей императрицей Ашарой, спокойно жили и процветали в Азероте. Однако, пришла беда – великий потоп, который стирал поселение эльфов один за другим. Когда и главный город эльфов оказался под водой, королева Ашара заключила сделку с дьяволом. Эта сделка сохраняла ее людям жизнь, но забирала у них человечность. Эльфы обратились в подводных Наг, а сама королева стала прислужницей древних богов. Нажатар стал столицей этой расы, можно сказать, главным подводным городом вселенной. Трудно сходу сказать, какой другой подводный город имеет столь же большое влияние, как и Нажатар. Ну, жили бы себе эти Наги спокойно под водой, но битва за Азерот внесла свои коррективы. Орда и Альянс перед открытием Нажатара увязли в серьезных кровопролитных боях, которые значительно их ослабили. Орда хотела с помощью одного артефакта древних богов заполучить силу, чтобы окончательно сокрушить Альянс. Альянс об этом прознал и отправил в погоню за кораблями Орды свой флот. Ну и Наги время зря не теряли. Они, прислуживая древним богам и понимая шаткое положение обеих фракций, сами начинают проявлять инициативу и атаковать обе ослабшие в кровопролитных боях фракции. Это вот такая вот без особых деталей предыстория локации. О том, что эту зону хотят добавить в игру, говорили на протяжении многих лет. Даже во время разработки оригинального World of Warcraft'а был весьма неиллюзорный шанс, что локация должна была бы попасть в игру еще в 2004 году. Но от зоны отказались и закинули эту идею в дальний ящик. Что же получилось в итоге? Первая причина, почему на релизе этой локации сильно досталась от игроков, заключалась в мобах. А вернее в том, что они были понатыканы на каждом углу. Каждые полторы секунды на игрока что-то агрилось, какой-то назойливый неприятный моб. И это несчастье преследовало игрока по всей локации. Куда ни стань, ты будешь в неудобном, неловком положении. И хоть, как я говорил, в плане внешнего вида локация выглядит неплохо, в плане игрового дизайна такое сказать нельзя. Ориентироваться в локации сложно и неудобно. Везде мобы, которые так и ждут момента, чтобы накинуть на игрока раздражающее ошеломление. Это одна из причин, почему игроки создавали негодующие треды на форумах игры, чуть ли не сразу после релиза этой локации. На это накладывался еще один существенный недостаток, который только усугублял ранее названные недостатки зоны. Фазирование. Фазирование в теории штука крутая, которая позволяет оптимизировать нагрузку на игру, дать игрокам возможность более иммерсивно погружаться в ход боевых действий, что было отлично показано еще в далеком гневе короля Леча. Но вот конкретно в Нажетаре разработчики немного перегнули палку. Фазирование было повсюду. Ты мог пройти 40 метров и несколько раз переключиться по фазам. И бац, позади тебя было пусто, а тут благодаря переключению фазы появляется какая-то назойливая нага, которая еще не существовала 2 секунды назад. Ну или ты видишь какой-то сундучок или ресурс. Круто, подбегаешь к нему, меняется фаза и сундучка больше нет. Может это не звучит грозно и страшно, но когда ты играешь в игру, такие мелочи скорее раздражают. А таких моментов с фазированием было пруть-пруди. Досталось локации и от ПВП-сообщества, которое сетовало далеко не на самое удачное воплощение ПВП в открытом мире. В локации было нечто вроде особого ПВП-режима. Длился этот режим 45 минут. За отведенное время игроки Альянса и Орды должны были захватывать особые точки, которые располагались по всей локации. Кто получал больше очков, тот и побеждал. Так, почему игроки жаловались на это? Ну, во-первых, все тоже фазирование. И если фазирование во время фарма местных кабанчиков терпеть можно, то когда ты посреди замеса с другими игроками перекидываешься в другую фазу, это уже не очень круто. Во-вторых, баланс. В начале, честно, не знаю по какой причине, у Орды была доминация над Альянсом. Не были редкостью истории, когда Орда побеждала Альянс с разгромным доминирующим счетом. Все из-за того, что игроков Альянса просто не было. А поэтому смысл ПВП-ивента просто сводился не к веселым замесам, а к заурядному фарму наград. Не более того. Со временем эти недостатки стали не такими серьезными, какими они были на релизе. Проблема с кучей мобов и неудобным геймдизайном нивелировала системы полетов, которая позволяла в значительной мере избегать неприятных ситуаций на земле. А позирование разработчики поправили после того, как много людей высказалось негативно по этому поводу на форумах. Так что сейчас проблем с этой зоной куда меньше, чем это было в 2019 году. Хотя был еще один недостаток, который скорее был важен для любителей сюжета игры. По идее, Нажатар это один из важнейших городов. Столица одной из самых ужасающих и сильных рас Азерота. Но в игре это совершенно не чувствуется. Да, есть пара руин и старых ассетов эльфов из легиона. Есть целый дворец вместе с Ашарой. Есть куча красивых кораллов. Но что дальше? Это и есть то самое помпезное место, о котором слагали легенды. Неужели все величие Наки королевы Ашары ограничилось небольшой зоной далеко не самого важного патча игры? Ашара на протяжении тысяч лет создавала прекрасное подводное место, обустраивала столицу целой расы. По мнению игроков, такое важное место показывать в виде минорной, хоть и красивой локации, во второстепенном патче, о существовании которого игроки забудут уже через полгода, Неправильно. Это место, по идее, заслуживает куда большего. Сейчас отношение людей к этой зоне постепенно меняется и смягчается. Можно сказать, что зона проходит такой же путь, который прошел подводный Вайшер из Катаклизма. Сначала все ненавидели, но спустя время на форумах все чаще начинают появляться ностальгические посты. Вот тут человек считает, что Нажатар в целом весьма недооцененная локация и далеко не такая плохая, как многие думают. Или вот как тут человек вспоминает, каким прекрасным показали Нажатар в синематиках. Так что гляди, пройдет еще лет пять и гнев сменится на милость. А ведь зону, объективно, есть за что любить. Как и недолюбливать. Перевал Мертвого Ветра – это одна из самых тусклых и грустных локаций Восточных Королевств. Эта зона имела весьма обширный потенциал, но из-за переработок, смены концепций и многого другого, все, что мы получили в оригинальной ваниле – это мрачное место, которое практически не имело предназначения. Зона была наполнена неприятными, высокоуровневыми мобами. А все, что было в локации – буквально два-три квеста в стиле «Приди, посмотри, уйди». И хоть некоторым людям нравятся такие мрачные места, во времена оригинальной ванилы этого было недостаточно. Чтобы начать любить, это богом забытое место. Все, что там ожидало игрока – это мобы, смерть и отчаяние. В Бёрнинг-Круссейде действительно локация обрела больше смысла. Она была вписана в историю дополнения и даже был представлен рейд, связанный с самым интересным местом в локации – Каражаном. Хотя, все должно было быть совершенно иначе. Давайте коротко о истории этого места, а потом поговорим о упущенном потенциале. Коротко по сюжету, еще с древних времен, когда ни о каком альянсе или вторжении орков и речи не шло, из-за влияния демонов было понятно, что этому месту уготовлена великая судьба. 600 лет назад, одна великая заклинательница построила в этом цветущем зеленом местечке башню, которая, как удобно, располагалась над магическими линиями, что помогало великой заклинательнице больше манипулировать с помощью магии. Рядом с этим местечком образовался небольшой городок, у которого даже была небольшая церквушка. Позже в башне поселился сын этой самой великой заклинательницы, а вот с ним случилась беда. Он, ближе к вторжению орков в Азерот, подался влиянию сил демонов, что привело к множеству бед, которые произошли в восточных королевствах. Тот начал сходить с ума, а все закончилось тем, что его смерть вызвала огромнейший всплеск скверны. Этот всплеск скверны превратил зеленый, цветущий перевал в угрюмое, тоскливое и вечно серое место. Досталось и соседнему сумеречному лесу, который тоже был процветающим местечком. Собственно, само название локации, сумеречный лес, было получено после этого всплеска скверны, который раз и навсегда изменил локацию. Неплохо были показаны эти события в фильме Варкрафт. Сначала нам показали, что Каражан и окружающая его территория это прекрасное зеленое местечко. Затем происходит всплеск скверны, и от этого прекрасного места остается лишь уныние. По сути, именно в таком виде мы и получили эту локацию в Ваниле. Делать там было нечего, там были только неприятные, раздражающие мобы. Это и стало одной из причин, почему локацию не взлюбили. Что-то похожее было с Силитусом, который на ранних этапах Ванилы практически не имел квестов. А там были лишь элитные Силитиды. Как говорится, развлекайся как хочешь. А вот почему так получилось? Почему разработчики добавили в Ванилу эту зону в очевидно... Неготовом состоянии? Тут немного перескажу форумный тред человека под ником Undead Morky. Началась история этого места в далеком 2001 году. Еще в то время, когда большая часть локации игры, дай бог, была только на этапах проектирования. Поручили создавать Каражан небезызвестному Джонатану Статсу. Но он тут же принялся за работу. Только ему не сказали, как делать зону. Прежде, для контекста, Джонатан был мододелом для Квейка. И благодаря навыкам моддинга он и попал в Близзард. Собственно, он и пошел делать Каражан на движке Квейка, также известном как Радиант. Ибо он не знал, как делаются 3D игры подобного рода. Первая версия Каражана получилась грандиозной. На ее создание Джонатан потратил около 6 месяцев. Но была проблема. Каражан получился настолько загруженным, что на его загрузку требовалось около получаса. Это было недопустимо много. От первой версии Каражана отказались. Мы никогда не узнаем, как он выглядел. Ну а также было решено, что делать что-то для Варкрафта на движке Квейка не лучшая затея. После этого разработка моделей велась в более специализированном и современном софте. 3D Maxi. После первой неудачной создания Каражана через годик поручили другому разработчику. И он сделал вот это. Возможно, многие видели эту версию Каражана благодаря слитым альфа-билдам Варкрафта. Вторая версия Каражана получилась не менее эпичной, грандиозной, но не такой, как хотелось бы разработчикам. Почему? Потому что хоть и башня выглядела величественно, она на 80% состояла из лестниц. Это буквально лестница на лестнице, выше которой еще лестница, за которой скрывается еще одна лестница. А это, как минимум, неудобно для каких-то рейдовых замесов. Да и вряд ли игроков будет прикалывать бесконечные подъемы вверх. Вторую версию Каражана забраковали. Еще через год приступили к третьей версии Каражана, которую поручили снова Джонатану Стаатсу. Джонатан хотел сделать Каражан сказочным местом. По центру должен был быть огромный шпиль, вокруг которого парили отдельные части башен. Но эту идею забраковали из-за тогдашней ограниченности движка. Пришлось сделать что-то более приземленное во всех смыслах этого слова. Вот он и начал делать. И получился третий, величественный, грандиозный Каражан. Джонатан слишком перестарался. Данж получился настолько огромным, что это было неиграбельно. Это произошло из-за того, что тогда не было очень понятно, какими рейды вообще должны быть и сколько людей в них будет принимать участие. Каражан пришлось беспощадно урезать. Убирать подземные этажи, катакомбы, вины погреба. Вот это известное криповое местечко. И даже так данж был слишком большим. Ну а это стало одной из причин, почему вроде бы такое важное для лора место попало ванилу в пустующем виде. Разработчики просто не успели привести зону в порядок. Каражан создавали три раза с нуля и каждый раз была своя проблема. То он был слишком логучим, то слишком неудобным для рейдеров, то слишком огромным. Хотя желание сделать зону важным местом еще в Аниле было. До более-менее играбельного состояния зону порежут ближе к Бернинг Крусейду. Ну а после Бернинг Крусейда эта локация, в отличие от соседних, была заброшена. Да, квестиков стало побольше, но все они были связаны с цепочками Бернинг Крусейда. Тем, кто только прокачивался в Восточных Королевствах, эти квесты 70 уровня вообще были не нужны. А тем, кто уже покорял Нордскол в гневе Короля Лича, или думал как правильнее бить лицу Смертокрылу в катаклизме, было просто незачем туда возвращаться. Вот зона и была заброшена, и мало кем посещалась. Максимум коллекционерами, которые намеревались что-то выбить из данжа. Жизнь в это место разработчики попытались вернуть в Легионе. В этом дополнении разработчики подвезли обновленный Каражан с новой историей. А также привязали историю некоторых артефактов к этому месту, которое тесно переплеталось с косой Элуны и историей расы Воргенов. Вообще, порой складывалось впечатление, что разработчики сами недолюбливают это место. В катаклизме, как всем известно, множество старых локаций игры были обновлены. Какие-то чуть больше, вроде степей, какие-то чуть меньше. Часть людей ожидала, что подобная участь коснется и перевала. Но не повезло, она вообще практически не была изменена. Даже больше скажу, о локации просто забыли. Когда разработчики рисовали обновленную карту Восточных Королевств во время бета-тестирования катаклизма, перевал почему-то решили соединить с Сумеречным лесом. Почему? А черт его знает. Вроде бы зоны разные, с разной историей. А катаклизм не привнес предпосылок, которые могли бы объяснить это объединение локаций. Было предположение, что разработчики действительно хотели расширить историю этой локации в катаклизме и напрямую ее связать с Сумеречным лесом, но планы не сошлись. Но, к сожалению, это только догадки. Игроки быстро зарепортили ошибку с неправильной картой катаклизма, и разработчики без особого труда это исправили. Сумеречный лес и перевал были рассоединены. Но ненадолго. В Дреноре разработчики обновили загрузочный экран Восточных Королевств. И знаете, что они снова забыли? Правильно, о Перевале Мертвого Ветра. Игроки это заметили далеко не сразу, да и чего уж греха таить, я сам это заметил только недавно. Но Перевал и Сумеречный лес снова показаны слитно. Только на этот раз разработчики не стали это исправлять. В Легионе, когда загрузочный экран снова чуток поправили, Перевал по-прежнему показывался слитно Сумеречным лесом. Собственно, внимательные игроки могут заметить эту любопытную оплошность и сейчас. Эта географическая ошибка остается в игре и в наши дни. Хотя, правды ради, некоторые предполагают, что это не баг, а фича. А зона показана именно так, потому что она сюжетно является полускрытой локацией. В любом случае, Перевал Мертвого Ветра, хоть и был введен в игру почти 20 лет назад, а разрабатывался еще задолго до того, как появились главные данжи Ваниллы, разработчикам, к сожалению, не удалось реализовать свои изначальные планы на это место. Если бы в 2001 году карты расложились бы иначе, локация была бы совершенно другой. Ну что же, по сути, на этом все. Благодарю вас за просмотр. Удачи!